Борцовские ковры В категориях боролись три мастера спорта международного класса, 37 мастеров спорта и 75 кандидатов мастера. Большая честь для меня участвовать на таком турнире памяти Юрия Крикухи. Я впечатлен количеством участников, их мастерством и организацией соревнований. Нынешний турнир значительно отличается от шести предыдущих. Не просто соревнования, а настоящий праздник спорта устроили организаторы. С утра в манеже шли предварительные встречи борцов. В середине дня, надев футбольную форму, классики сыграли футбольный матч звезд. Команда хозяев против команды гостей. Здесь счет не столь важен. Однако, позабыв о своих должностях и регалиях, звездные спортсмены атаковали то одни, то другие ворота. В итоге 4-1 в пользу хозяев. Сразу после матча, переодевшись и переведя дух, спортсмены бывшие и действующие отправляются на борцовский ковер. Здесь их ждут больше сотни начинающих спортсменов из Омской области. Ребят привезли из сел специально для встречи с серебряным призером Олимпиады 2012 в Лондоне Рустамом Тотровым, призером чемпионатов Европы и мира Василием Теплоуховым, заслуженными тренерами СССР Владимиром Чебоксаровым и Александром Менщиковым, двукратным обладателем Кубка мира Андреем Черепахиным. Мне нравятся соревнования, сладкие замыслы спорта. Смотреть на олимпийских чемпионов, ну и учиться у них, и многому другому в дальнейшем это может помочь. Я по себе помню, когда я был таким же малышом, и я смотрел, когда приезжали олимпийцы, приезжали чемпионы мира, показывали свои приемы. Конечно, я помню ту энергию, которую я впитывал, и, соответственно, я понимаю, что ребята здесь, не все станут чемпионами, но, будем так говорить, все получат запал. Короткая, но многогранная жизнь Юрия Александровича Крикухи, в честь которого проводятся эти соревнования, оставила яркий след в душах и сердцах многих людей. Он был талантливым спортсменом, справедливым арбитром, прекрасным организатором, великим тренером и педагогом. И нет сомнения в том, что мемориал его имени такой же яркий след оставит и в памяти тех парней, что сегодня борются за лидерские позиции. Я вот, честно говоря, когда сегодня проходила тренировка, как-то так посмотрел на потряс отца, и думал, если бы действительно он все это видео наблюдал, было бы очень приятно, потому что сам любил участвовать в подобных мероприятиях, они даже и за границей бывало тренировали, он сам был тренером сборной. Ну, я думаю, что был бы удоволен. Несмотря на свою короткую историю, мемориал Крикухи успел завоевать огромную популярность у борцов греко-римского стиля. С недавнего времени турнир приобрел международный статус. В турнире есть прекрасные традиции. Это не только проведение футбольного матча между организаторами и гостями, которые вызывают интересы, наверное, не меньше, чем в сватке на ковре. В этом году мы стали свидетелями и зрителями замечательного мастер-класса, который был дан серебряным призором Олимпийских игр. И я думаю, что это тоже будет одной из хороших традиций турнира. Итог выступления омских борцов – четыре золотые медали из семи возможных. Чемпионами турнира стали мастера спорта Андрей Болзин, Александр Мищенко и кандидаты в мастера спорта Александр Заикин и Акан Уразов. Бронзовую награду выиграл Александр Фоменко.